Господа, сегодня я расскажу вам, как создать хорошее первое впечатление. Итак, зачем это вообще нужно, создавать первое впечатление? Потому что мы хотим быть в окружении тех людей, которым можно доверять. Если мы не доверяем человеку, то нам вообще ничего делать рядом с ним. Поэтому нам необходимо выстраивать доверие поверх всего. Но суть в том, что первое впечатление, оно складывается за доли секунд, и мы к нему привязываемся, и потом его уже трудно будет изменить. Но чаще всего эти впечатления ложные. Опираясь на такую комбинацию, необходимо быть уверенным, что у вас получается создавать позитивное первое впечатление. Потому что если вы профукали этот момент, то изменить это будет практически невозможно. Потому что люди любят быть правыми, использовать этот аспект критично. Поэтому в сегодняшнем видео мы пробежимся по различным техникам. Особенно совет номер 9. Ого, ребята, это мое секретное оружие. Это моя ниндзя-техника. И я поделюсь ею с вами сегодня. Совет номер 1. Быть вовремя и быть подготовленным. Звучит просто, но люди очень часто опаздывают. Так что если вы хотите произвести плохое впечатление, то огонь и смело опаздывайте на встречи. Да, хорошо, если вы узнали, что за мероприятие, и что там будет группа адвокатов. А вы вообще не из этой темы, но вам необходимо предложить им услугу. То поинтересуйтесь этой аудиторией. Вам надо выполнить домашнее задание. Изучить людей, с которыми вам предстоит познакомиться, когда войдете в зал. Так как вам надо будет подходить к людям и говорить с ними. Будь то адвокат или консультант. Вы должны понимать, с кем и о чем вы собираетесь говорить. И вы сможете это сделать, если вовремя подготовитесь. Потому что вы посмотрели ее ютуб-канал или прочли его книгу. Вы выполнили домашнее задание и показали свою подготовку. Вы не пунктуальный человек? Ссылка про это в описании под видео. Совет номер 2. Надевайте одежду согласно формату. Если это неформальная вечеринка, то одевайтесь соответственно. Если это официальная встреча, одевайтесь по деловому. Если это загородная вечеринка, то надевайте подходящий костюм. Подумайте о том, кто вы и что вы из себя представляете. Но если говорить обо мне, то допустим, я иду на мероприятие на открытом воздухе. В этом случае я надену спортивный пиджак. Скорее всего, я буду выглядеть более стильным, чем все остальные. Но я представляю свою компанию. В этом вся суть. Когда вы завязываете новые знакомства, вы должны выглядеть соответственно. Совет номер 3. Здоровайтесь с людьми соответствующим образом. Узнайте, какие манеры в вашей культуре. Может это поклон или достаточно рукопожатия, как у европейцев. Но если вы в Индии, Китае или Японии, то поинтересуйтесь, какой там этикет для приветствия людей. Но сегодня, конечно, рукопожатие распространено везде. Но будьте аккуратны, когда вы в Риме. Повторяйте за римлянами. Следующий, это зрительный контакт. Когда вы завязываете разговор с человеком, то обязательно смотрите ему прямо в глаза. Когда вы говорите с ним, то лучше всего 70% времени налаживать зрительный контакт с человеком. Если вы просто слушаете человека, который с вами говорит, то постарайтесь как минимум 50% времени поддерживать с ним зрительный контакт. У меня есть видео на тему зрительного контакта. Ссылка в описании. Так, следующий совет, он очень сильный. Особенно, если предположить, что ты симпатизируешь людям, с которыми только что познакомился. В общем, надо посмотреть на них так, как на друга, которого ты не видел несколько лет. Потому что это поможет телу быть расслабленным, а сам ты будешь более открытым. Это чувствуется, и люди будут повторять за тобой. Это позволит легко наладить контакт. Люди будут думать про себя, что «Эй, я чувствую себя комфортно рядом с этим человеком». Мне это нравится. Соответственно, они будут расположены доверять вам. Теперь зацените следующий совет. Он очень важен. Спрашивайте имя, запоминайте его и называйте людей по имени. Нет ничего более приятного для людей, чем услышать свое имя. Но если вы его произносите неправильно или ошибетесь с именем, то будьте готовы сразу принести извинения и исправиться. Это очень важно для людей. Есть несколько трюков, которые, я думаю, могут помочь. Один из них – это ассоциация. Например, я познакомился с парнем, его зовут Том. Он шатен, высокий, выше, чем я. Прямо как мой брат Том. Так что я просто делаю эту ассоциацию. Также я повторяю это имя каждый раз, когда есть возможность. Поверьте, люди не думают, что это странно. А также это позволяет мне лучше запомнить имена, потому что я произношу их вслух. Этот совет подойдет тем, кто не знает, что делать со своими руками. Вы ими ерзаете из стороны в сторону и думаете, что мне делать со своим собеседником. Может, это выглядит немного нервно, неуверенно. В таком случае лучше присмотреться, что делает ваш собеседник, и повторять жестикуляцию. Во-первых, исследования доказали, что когда человек повторяет жесты другого человека, то это вызывает симпатию, даже в случае, когда жест является более закрытым. Так что, если не знаете, куда деть руки, просто подражайте своему собеседнику. Следующий совет. Слушайте и задавайте качественные вопросы, которые показывают, что вы слушаете собеседника. Потому что большинство людей не слушают. Они просто ждут своего часа, чтобы начать говорить. Надо понимать, что обычно люди не обеспокоены окружающими их людьми. Следующий совет. Это моя секретная ниндзя-техника. Чтобы на вас обратили внимание и запомнили, когда вы говорите о вашей персоне. Потому что по-любому настанет череда рассказать о себе. Она спросит. Эй, расскажи о себе, кто ты, чем занимаешься. Эта женщина-консультант в Маккензи. Она немного старше. Но знаете что, ребята? Она замужем за мужчиной, который работает в крупном офисе. Ему мог бы понравиться мой канал. Он мог бы купить некоторые продукты, записаться на мою обучающую программу, или попасть на фестиваль, который мы организовываем. Фишка, при помощи которой меня запоминают, заключается в том, что я говорю о проблеме о том, что большинство мужчин не умеют хорошо со вкусом одеваться. Я говорил это тысячи раз людям лично, и всегда все соглашаются с этим. И на этом моменте я заканчиваю свою презентацию коронной фразой. Я помогаю мужчинам при помощи стиля добиваться своих целей в жизни. Я ее видоизменяю, но в целом она звучит так. И люди каждый раз удивлялись и говорили, что им нравится, что я делаю. И просят помочь им, или приглашают человека, которому нужна помощь. В этом сила быть готовыми и иметь коронную фразу для презентации человеку, которая может привести тебя к презентации другим людям. Не потому что они хотят помочь тебе, но потому что они хотят быть полезными для своих знакомых. Давайте поговорим о том, как заканчивать разговор. Потому что бывает такое, что иногда вам надо выйти из беседы. Одна из техник, которая мне нравится, это смотреть по сторонам в поисках других людей, которые бы хотели присоединиться к беседе. Я подключаю их к беседе. Это показывает не только хорошие манеры, что ты командный человек, но также это позволяет познакомить людей друг с другом и создает вам окно для выхода из беседы. Вы можете сказать, извините, господа, я пойду возьму себе чего-нибудь выпить. В этом ключ. Говорите, извините, и затем причину. Помните, что цель хорошего первого впечатления – это создать доверие. Чтобы люди симпатизировали вам. Чтобы им хотелось с вами взаимодействовать. Люди ставят вас в коробочку в голове. У каждого есть коробочка для всего. Так вот, вы хотите попасть в коробочку. Этот парень хорошо говорит, этот парень успешный. С этим человеком я хочу еще раз встретиться. Вот такой тип коробочки нам нужен. Потому что каждый вас будет ставить в какое-то место. И вы не хотите стать тем парнем, о котором говорят. О, я не знаю, что это было только что. Мне не нравится этот парень. Над этим можно работать, и это можно развивать. А сейчас я хочу услышать от вас в комментариях, что я пропустил. Что создает или уничтожает первое впечатление. Потому что я знаю, что есть способы накосячить по полной. Думаю, что вы видели такое. Спасибо. 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 Спасибо.